МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Привет любителям хоккея! С вами Марат Казарян. Вы смотрите программу Гол Плюс Пас. Сегодня в выпуске вы увидите обзоры последних домашних матчей Толпара и Салавата Юлаева. 2 февраля Толпар провел очередной матч регулярного чемпионата молодежной хоккейной лиги. В гости к Уфимцам приехали кузнецкие медведи. На исходе второй минуты Валентин Разумняк открыл счет. Хозяева повели 1-0. В начале второго периода в составе новокузнецких хоккеистов отличился Иван Емец. В середине третьего периода толпаровцы дважды поразили ворота Ивана Старостина. Сначала Глеб Кузьмин вывел команду вперед, а через минуту Кирилл Шмурыгин удвоил преимущество хозяев. За три минуты до окончания Михаил Котлеровский разобрался с галкипером гостей. И 4-1 победа у Фимцев. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Второй домашний матч серии толпаровцы сыграли с сибирскими снайперами. И снова уфимцы не заставили долго ждать заброшенные шайбы. На четвертой минуте Никита Самойлов забил первый гол в этой игре. На шестой минуте второго периода Булат Маргамов снова поразил ворота Кирилла Волохина. Через две минуты Борис Гондурасов сократил отставание в счете, а еще через 30 секунд снова уфимцы забросили. Глеб Кузьмин 3-1. Третий период толпар откровенно провалил. В начале заключительной 20-ти минутки Никита Коротков забил второй гол ворота Владислава Булыгина. За девять минут до сирены снайперы сравняли счет. Гол на счету Михаила Назарова. А еще через три минуты гости и вовсе вышли вперед. Отличился Ярослав Зиновин с передач Павла Ткаченко и Ивана Орлова. Через полторы минуты Глеб Кузьмин спас команду от поражения в основное время. Но в овертайме за 22 секунды до булитов Николай Демидов все-таки вырвал победу для своей команды 4-5. Начали мы плохо, потому что мы считали, что это не так. Мы считаем, что был у нас плохой переезд. Мы в 13 часов добирались на автобусе из Тольятти. Но внесли коррективы, ребята маленько проснулись. И в третьем периоде они, видимо, организм завели. И я считаю, мы в третьем периоде просто переиграли толпар. И по катанию, и по игре ребята молодцы. Большое им спасибо. Два периода играли, так сказать, хорошо. И в третьем периоде мы им отдали инициативу. И это привело к такому результату, можно сказать. Да и не сконцентрированность. Думаем, что все, победа у нас. Кто-то может... Ну так, не знаю, что... Плохие эмоции после этой игры остались. Не знаю даже, что сказать, что произошло в третьем периоде. Если говорить лично о тебе, то третий матч подряд забиваешь. Набрал оптимальную форму. Как это чувствуешь? Физически лучше, да? Физически, да. Хорошо себя чувствую. Да и лучше сегодня я не забивал бы, но мы выиграли. Ну, игру начали хорошо. Повели в счете. Соперный сыграл за счет контратак. Предупреждали ребята перед третьим периодом, что у них проскакивают контратаки. Но до некоторых не дошло. Грубейшие ошибки ряда игроков проявили к этому результат. Третий матч серии толпа играл с белыми медведями. И матч получился посредственным. Вся движуха произошла в середине второго периода в течение 16 секунд. Ранис Мергалиев открыл счет, а в следующей атаке Александр Петрунин забросил вторую шайбу. Гол Кирилла Шмурыгина в третьем периоде лишь упрочил преимущество у финца. Победа толпара 3-0. Счет на табло соответствует положению дел. Соперник был сегодня сильнее нас, хотя полтора периода первых. Я считаю, мы ничего не уступали. К сожалению, после пропущенной шайбы первой, маленько что-то, видимо, надломилось. Мы не смогли перевернуть игру, не смогли вытащить ее. Но по самоотдаче к своим ребятам у меня практически никому не претензий. Команда выполнила установку от начала до конца. Нас подводит к реализации голевых моментов. То, что мы создаем, мы, к сожалению, не можем забить. Это уже не первый матч, который мы проигрываем из-за незабитых своих моментов голевых. Сегодня на льду была команда, друг за другом играли. Сегодня видно было, что коллектив был на льду. В первом периоде, конечно, немного смазали игру. То, что шайбу отдавали сопернику, не держали, не толкались. Ну, со второго периода начали дрожить шайбой, более точные передачи, полезли на ворота. Ну, переломили ход игры и до конца отыграли. То, что молодцы ребята, спасибо им за это. Сегодня игру отыграли здорово. И где-то, наконец-то, выручил нас вратарь. Дай бог, чтобы он всегда так играл. А то, что сыграл на ноль, ну, это плюс большой ему и плюс команде, плюс нам. При этом много сегодня играли в меньшинстве, да, вот дисциплина подводила? Ну, соперник, скажем так, Челябинск. Он всегда был Челябинском, там всегда были мастеровитые, хорошие ребята. Ну, не то, что это дисциплина, то, что заставляли ошибаться нас, удаляться. То, что быстренькие, такие обученные, нападающие, хорошие. Ну, наверное, где-то чуть не успевали, поэтому, может, и удалялись. Насколько важно было сыграть на ноль? Важно было победить. А это, что на ноль, это, ну, приятно. А чтобы так уж сыграть на ноль, это было важно? Ну, нет, наверное. Вратарет, да. На команде, если сыграли на ноль, значит, получается, не допускали ошибок. Ну, особой важности нету, скажем так, но это ценно. А соперники частенько провоцировали, там, грубили, вроде как в дракуле, если как-то обсуждали с игроками, чтобы не велись на провокацию? Ну, конкретно не обсуждали, но всегда ребятам объясняем, то, что где-то, если воскнули, отъедьте, может быть, дойдут не обоюдное удаление, а дадут удаление соперникам, как сегодня это было с Воробьевым. Ну, это, в принципе, хакейная хитрость. А теперь о Салавате Юлаеве. Надо сказать, что последние матчи уфимцы сыграли очень даже неплохо. Две игры подряд на ноль. Но обо всем по порядку. Матч с Северсталью закончился победой Юлаевцев 3-0. В составе уфимцев отличились Сергей Соин, Сами Лепеста и Максим Майоров. Матч с Сами Лепеста и Максим Майоров. Тяжело, конечно, далась встреча, и хорошо, что выиграли. Второй период удачно сыграли, первой немножко втягивались. Закономерный результат, мы выиграли. Слебедов молодец, он не сыграл. Заменяете янкость в первом звене? Насколько комфортно себя чувствовать? Сегодня даже гол удалось забить. В большинстве забил гол, ребята бросили, надоел. Набираем обороты, притираемся потихонечку. В принципе, первый период начали немножко медленно, долго входили в игру, а потом был разговор. Хороший, как бы, после первого периода и говорили. В втором периоде, в принципе, вышли уже и показали то, как мы должны играть на война, все 60 минут. Ну, в третьем периоде немножко скомканно получил за счет удаления. Хорошо. Хорошо, что сыграли на ноль, вратарь сыграл хорошо. И надеюсь, что больше уверенности будет в обороне с этой игры. Хорошая победа, хорошо, что сыграл на ноль. И мы сделали хороший шаг, чтобы в турнирной таблице оказаться в первой четверке. Конечно же, давали сопернику много играть в большинстве, но все равно хорошо сыграли в этом матче. Ну, я не могу сказать, что мы плохо сегодня играли. Даже моментами, наверное, лучше играли, чем хозяева. Хотя Игорь Владимирович со мной может не согласиться. Но моментов создали достаточно, чтобы забить Гавайи. Хорошо сыграл вратарь у соперника. Вот, в общем-то, и все. Спасибо. Да, я соглашусь с тем, что у ребят из «Северстайла» было больше желаний. Наши хоккеисты показали такой камерный хоккей. И в этом хоккее еще такое огромное количество удалений, совершенно неоправданных. И те проблемы, о которых мы говорим постоянно, а именно быстрый подкат, быстрый отбор шайбы, они отсутствовали сегодня. И поэтому, да, мы выиграли, но качество игры сегодня было средним. Ну, мы рассчитываем, что 9-го числа эти ребята выйдут на лед и начнут, ну, не знаю, если не в полную силу, то, по крайней мере, начнут тренироваться. И как будет проходить реабилитация, ну, тоже пока сейчас трудно загадывать. Но я думаю, что Энквист, я надеюсь, совершенно точно к 22-му числу будет готов. Может быть, и Дима. Макаров тоже. Игра с ЦСКА получилась весьма ожесточенной, с большим количеством стычек и единоборств. Еще в первом периоде Денис Хлыстов и Игорь Ажиганов сошлись в рукопашном бою. Вообще, в этот момент за воротами Виктора Фаста была целая заварушка. Там и Вину Сумарк, и Игорь Григоренко, и вообще пятерка на пятерку потолкались ребята. Хлыстов, кстати, вышел победителем в схватке с Ажигановым. Ажигановым подвигали мы, объединяем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТЫ Второй раз Денис Хлыстов проявил себя на экваторе матча. Воспользовавшись неразберихой у ворот ЦСКА, Уфимский нападающий протолкнул шайбу к заветной цели. И это единственная шайба в этой игре. АПЛОДИСМЕНТЫ В третьем периоде Лину Сумарк в свой день рождения полез на Никиту Пьевцакина. И, буду откровенным, несколько раз хорошо получил по лицу. Но надо отдать должное шведскому легионеру Салавата Юлаева. Он заступился за Игоря Григоренко. А вот в самом конце матча некрасиво себя повел галкипер гостей Виктор Фаст. Врата из ЦСКА клюшкой зацепил за ногу Олега Сопрыкина и тихонечко откатился в сторону. Пусть защитники разгребают то, что я натворил. Итог матча – победа Салавата Юлаева 1-0. Я думаю, было много удалений, и это нам помешало. В третьем периоде выровняли игру, но нам этого не хватило. Здорово вернуться в Уфу. Много знакомых, много друзей. Я много игр здесь провел, и мне приятно вернуться в этот город. Было много возможностей забить, но была плотная игра с хорошим соперником. Но я думаю, мы были все-таки лучше, поэтому и победили. Я думаю, что мы были лучшими командами, поэтому это хорошо победить для нас. Команду хозяев хотела поздравить с победой. Знаете, у нас сегодня мы очень слабо сыграли в атаке. Очень слабо, без исключения, может быть, какого-то небольшого отрезка в третьем периоде. И то большое количество удалений, конечно, наложило свой отпечаток пальца. Это все отпечаток, да? И, в общем-то, Витя нам сегодня давал шанс держать в игре. И был шанс, как бы, ну, шанс, к сожалению, в конце не получился. Спасибо. Я искренне хочу поздравить тренерский штаб, игроков, клуб, руководство клуба с победой в чемпионате. Это очень непросто пройти ровно весь чемпионат и закончить на первом месте. Это действительно достижение. На этом все, друзья. С вами был Марат Казарян. Всего хорошего. Смотрите «Хоккей на ЮТВ». Субтитры подогнал «Симон»!